Что такое турнепс, как он выглядит, растет и как его правильно съесть? Добавить комментарий Ваш комментарий популярные разделы цветы розы актуальны зимой. Поиск по сайту найти, что за растение турнепс. Турнепс, кормовая репа, это двулетние растения, принадлежащие семейству крестоцветных капустных. Изначально овощ выращивали на корм скоту, позже селекционеры вывели корнеплоды с отличным вкусом, пригодные для употребления человеком. Существует около 10 сортов с сочной мякотью и различными гастрономическими нотками. Как выглядит иногда турнепс путают с брюквой, его близкой родственницей. Однако эти два овоща имеют различие, у брюквы более темная мякоть, она больше в размере и абсолютно не горчит, отличаясь сладким вкусом. Особенности кормовой репы следующие. Длина корня достигает 150 см, ширина 50 см, корнеплоду свойственно конусовидная или Овальная форма – овальные, слегка удлиненные листья окрашены в светло-зеленый цвет, а ботва – в зеленый, иногда присутствует фиолетовый. Оттенок корнеплод может быть белым, зеленым, желтым, фиолетовым или оранжевым, а его мякоть – желтый или белый. На фото видно, что характерное отличие турнепса от остальных крестоцветных – опушение листьев, однако у некоторых сортов поверхность гладкая. Вкус и аромат вкус овоща обусловлен его сортом, кормовой своей остротой напоминает редьку, столовые корнеплоды намного слаще, сочнее и представляют собой нечто среднее между картофелем и морковью. Столовому варианту свойственен пикантный аромат. Помимо корнеплодов, съедобные ботва, листья, имеющие горчичный вкус, пригодны к употреблению как после кулинарной обработки, так и в свежем виде. Где растет из-за неприхотливости и необычного вкуса турнепс стал популярен во многих странах мира. Особенно активно его выращивают в Австралии, Германии, Великобритании, Канаде, Дании, США и т.д. большие площади возделывания. Встречается в местах с достаточным количеством влаги и солнечного света, где показатель температуры летом не опускается ниже плюс 6 градусов. Чем хорош турнепс? Низкокалорийный турнепс – идеальная пища для людей, придерживающихся правильного питания и строго следящих за своим здоровьем. В состав овоща входит множество полезных веществ и витаминов, оказывающих благотворное влияние на работу организма. Состав, свойства, КБЖУ, пищевая ценность турнепса, на 100 г, калорийность 28 ккал, углеводы 4,6 г, белки 0,9 г, пищевые волокна 1,8 г, жиры 0,1 г, вода 92 г. Также в состав овоща входят витамины А, С, Е, группы В, фосфор, марганец, магний, кальций, железо, цинк, клетчатка, органические кислоты, флавоноиды. Турнепс обладает рядом полезных свойств – повышение аппетита, регулирование уровня сахара в крови, укрепление сосудов, разжижение крови, укрепление нервной иммунной систем. Корнеплоду свойственны противовоспалительные и бактерицидные качества. Полезные свойства и противопоказания регулярное употребление культуры приносят существенную пользу организму, присутствие. В овощи витамина С создает надежную защиту от негативного воздействия ультрафиолета, сохраняет остроту зрения, а также снижает вероятность. Возникновение макулярной дегенерации Благодаря высокому содержанию клетчатки уменьшается риск обострения дивертикулита. Содержащийся в турнепсе витамин В обеспечивает гормональную устойчивость и нормализует работу всех систем организма. Составляющие овощи нейтрализуют влияние свободных радикалов, снижают риск развития злокачественных новообразований. Пищевые волокна успешно устраняют многие проблемы ЖКТ, диарею, вздутие живота, запоры спазмы. Кальций восстанавливает костную ткань. Калий снижает нагрузку на артерии и кровеносные сосуды, препятствуя развитию многих заболеваний сердца. Из-за вероятности повышенного газообразования турнепсам не рекомендуется злоупотреблять людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. Противопоказан он при заболеваниях поджелудочной и щитовидной желез, нарушении функций печени и индивидуальной непереносимости. Разновидности существует два вида турнепса – желтой и белой мякотью. Наиболее распространенные желтомясые сорта – бортфельский, желтый фиолетовоголовый, грейсон, и елотанкарт. Популярные беломясые сорта – астерзундомский, нарфольк, белый шар, манчестерский, шестинедельный. На территории России чаще всего встречаются следующие сорта – московский, фиолетовый, снежный мяч, янтарный мяч, апельсиновое жиле, японский. Технология выращивания в открытом грунте. В первый год у турнепса формируется корнеплод и розетка листьев, во второй – соцветия и семена. Овощная культура неприхотлива, быстро растет и дает высокий урожай. Однако при культивировании турнепса стоит учитывать его непереносимость чрезмерной жары и засухи. Посадка, уход, защита от болезней и вредителей посев турнепса осуществляют с учетом нескольких правил – использование двухстрочного. Способа, при котором расстояние между рядами составляет 50 см, прореживание слишком густых всходов после образования у них 3. Полноценных листьев – соблюдение интервала между всходами 20 см. Высаживанием рассады в открытый грунт занимаются во второй половине мая, а в северных регионах – после того, как теплая погода станет устойчивой. Для посадки выбирают солнечное место в низине, куда не попадают прямые солнечные лучи. Правила выращивания и ухода в открытом грунте формируют лунки глубиной 6 см. Сначала корни помещают в глиняную болтушку, а затем растения опускают в подготовленное углубление. Присыпают почвой, утрамбовывают и увлажняют. Обеспечивают посадкам тень. Из-за недостатка влаги корнеплоды приобретают горький привкус, а из-за переизбытка – водянистость. Правильный расход воды составляет для молодых экземпляров 6 литров м в квадрате, для окончательно сформировавшихся растений – 4 литра м в квадрате. Рекомендуемая частота полива – 2 раза в неделю вне зависимости от погодных условий. После увлажнения выполняют рыхление почвы на глубину до 8 см и одновременно удаляют сорняки. Дважды за сезон вносят органические подкормки, приготовленные из навозной жижи или куриного помета. Для повышения сахаристости в июне-июле овощную культуру подкармливают суперфосфатом. В процессе выращивания возможно поражение овощной культуры следующими болезнями – кила, мозаика, черная ножка, сосудистый бактериоз. В профилактических и лечебных целях используют фунгициды. Растение нередко подвергается атакам вредителей, таких как капустная муха, крестоцветная бложка, клопы, телья. Для борьбы с этими насекомыми грядки с посадками обрабатывают инсектицидами. Уборка и хранение урожая в зависимости от сортовых особенностей период созревания турнепса составляет от 45 до 90 дней. На то, что подошло время уборки, указывают пожелтевшие нижние листья культуры. Сбор урожая проводят в сухой и солнечный день. Этот процесс включает несколько действий – извлечение корнеплода из почвы. Устранение остатков земли, обрезка ботвы, при этом остается маленький пенек, просушка в хорошо проветриваемом месте. На хранение оставляют только цельные, без малейших повреждений корнеплоды. Для высокой степени лешкости урожаю важно создать следующие условия – температура воздуха, от плюс 3 градусов до минус 2 градуса, уровень влажности. 85-90% – наличие качественной вентиляции. При правильном хранении корнеплоды сохраняют первоначальные качества до одного года. Как правильно выбрать турнепс в магазине? Приобретая овощ, стоит придерживаться следующих рекомендаций – отдавать предпочтение экземплярам с гладкой кожицей без каких-либо повреждений и пятен, обращать внимание на вес, спелый корнеплод оказывается тяжелее, чем выглядит на первый взгляд. Как его есть – лучшие рецепты с турнепсом. Качественный продукт хрустит, отличается сочностью, сладковатым вкусом и отсутствием горечи. Из таких продуктов получаются отличные закуски, гарниры, холодные супы, а также тушеные, фаршированные и печеные блюда. Известно множество вариантов приготовления этого овоща, все они достаточно просты и под силу даже неопытным кулинарам. Запеканка с луком и сыром компоненты – 4 корнеплода, 4 головки лука, 100 мл куриного бульона, 2 ст. Натертого сыра – 4 стакана л. Масло сливочного – 100 мл сливок, зелень, острый перец и соль, по вкусу. Приготовление – турнепс вымыть, очистить от кожицы и тонко порезать. Сыр измельчить на крупной терке. Луковицу нарезать в виде полуколец. Масло растопить на сковороде и выложить в него слои из пластин корнеплода, лука и сыра. Смешать бульон со сливками и вылить на сковороду. Блюдо посолить и поперчить. Подобным образом чередовать слои, пока не закончатся компоненты. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить в нее запеканку примерно на 20 минут. Перед подачей на стол посыпать блюдо свежей зеленью. Вегетарианский суп ингредиенты – 1,2 килограмма картофеля, 2 моркови, 1,2 килограмма корнеплодов, 2 лука порея, 150 грамм перловой. Крупы – 1 головка лука репчатого, по несколько горошин черного и душистого перца, петрушка, лавровый лист и соль, по вкусу. Приготовление – турнепс и картофель нарезать небольшими кубиками и поместить вместе с перловой крупой в кипящую воду. Лук порей измельчить слайсами, лук репчатый и морковь – маленькими кубиками. Пассеровать на растительном масле овощи, соединить с остальными ингредиентами и варить до готовности. За 5 минут до окончания приготовления засыпать в кастрюлю нарезанную петрушку, лавровый лист и горошины перца. Салат с пекинской капустой компоненты – 300 грамм турнепса, свежая зелень, петрушка, лук и укроп, 1 пекинская капуста, 2 яйца, 3 ст. Лист сметаны – 1 стакан л, подсолнечного масла, рафинированного, молотый черный перец и соль, по вкусу – 1-2 лимона. Приготовление – выжать сок из лимона. Сварить вкрутую яйца. Вымытый и очищенный турнепс нарезать тонкой соломкой, посолить, поперчить и на время отставить, чтобы овощ пустил сок. Нашинковать капусту и зелень. Измельчить яйца. Подготовить соус, смешав лимонный сок со сметаной и растительным маслом. Выложить компоненты в салатник в такой последовательности, смешанной с зеленью турнепс, яйца, соус. Подавать блюдо на стол рекомендуется примерно через 1-2 часа после приготовления, чтобы оно успело пропитаться. Турнепс – тушеные ингредиенты, 1 килограмм корнеплода, 1 ст. Лист сахара, 100 грамм сливочного масла, 200 грамм бульона, черный перец, соль, по вкусу. Приготовление – нарезать турнепс небольшими ломтиками. Растопить масло и сахар до получения коричневого оттенка. Всыпать в кастрюлю с маслом корнеплод, залить небольшим количеством воды и тушить до полной готовности. На несколько минут до окончания процесса добавить сметану, перец и соль. Блюда подают отдельно или в качестве гарнира к отварному картофелю и мясу. Заключение турнепс – овощ, обогащенный множеством питательных элементов, полезных для здоровья. Существует масса рецептов, позволяющих приготовить из корнеплода и молодой ботвы вкусные и питательные блюда. Рецепт репы запеченной в духовке с овощами и специями. Вкусная и очень полезная репа в духовке. Watch this video on YouTube.